Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на канал Foxdale! С вами Катерина и это Farming Simulator 22. Я сегодня хочу немножечко разнообразить свою игру и создать новую ферму на другой карте. Буду брать нового фермера для того, чтобы мне не давали денег, а дали какой-то участок с оборудованием. Для меня это будет сюрпризом, какой участок, какое оборудование. Мне хочется понять, чем меня игра одарит. Играть мы будем на карте Бухалова. Я еще качала мод на карту Село Ягодное, но что-то он не установился. Поэтому давайте начнем здесь. Так, ну давайте ставим мою персонажку. Да, пусть моя кукляшка тут тоже работает. Только ее переоденем, знаешь, такую. Ну вот прям в этот, в атмосферную одежду под карту Бухалова. Такая карта с странным названием. Я ее скачала, ну я искала чисто, знаешь, такой наш советский вайб. Вот была она, карта Бухалова. Вы еще не знакомы? Нет, я знакома. Была карта Село Ягодного. И я ее установила. Ягодное установила, ну как видишь, Забухалова меня втянула. Женщина приманила. Итак, что у меня есть? Месть 100 тысяч, но где-то у меня должно быть мое угодье. Это я. Сколько здесь всяких производств. Покупка песка, лесопилка, магазин 3, продажа сено-соломы, водонапорная, гравий, два магазина. Господи, сколько магазинов. А, слушайте, а это вот моя техника стоит? Ну да, а вот это, а как понять? Это все мое? Да. Однако, здравствуйте. Однако, спасибо. Значит, смотри, вот это вот хранилище дизеля, хранение удобрения, сеносушилка моя, сеновал мой, водонапорная моя, протравитель. И поле одно тоже мое. Вот это, вот это все, я правильно поняла, это все мое добро? А что-то я, типа, ну как производство, они не работают, бункер пуст. А это мой дом? А где мой дом? Где я могу сохраняться? В трансформаторной будке? Или это мой дом? Годи, вот какие-то дома. Тут люди сидят. Здорово, аборигены. Я тут не местная. А вы, смотрю, это контужены немножко, да? Огонь не горит. Мяса нет, два киви лежат. Понятно. Куклы-колдуна. Меня немножечко это пугает, такое соседство. А, ну давай сделаем следующее. Побежим. Побежим, побежим с тобой. Куда мы побежим? Вон туда. Я просто хочу понять, какое угодие мое. Вот это тоже мое. Это куря мои. Ну-ка, пошли к курям сбегаем. А пока ножками. Ага, это антураж. А я думала, можно сесть, если что, за баранку этого цистерновоза. Так. Значит, ребят, знакомимся. Во, это мой дом. Это не мой дом? А, вот где ворота. Хозяйка. Какая калитка? Заходи в ворота. Это мое добро. Это мой участок. Хорошо. Я не знаю, какой у тебя преддверный коврик. А у меня от курицы ноги вытирайте. А во внутрь... Жаль, во внутрь нельзя зайти. Ну, такое... Господи. Срань, короче. Дом некрасивый. Мне не нравится. Вот эта палатка еще ничего. Будем пикники, шашлыки устраивать. Туалет есть. Ага, нормально. Так, антенна есть. Телевидение налажено. Не заскучаем. Это что за медведь? Как будто он недовольный. Какая-то странная тут компания подает нам в интернет. А это для чего? Это кормушка. Или это парковка? Для меня пока в новинку енты-объекты. А как? Вот сюда-то можно точно зайти или нет? Да. У нас есть мастерская. Есть мастерская. Правда, здесь нихрена чинить нельзя. Но в целом сюда можно хотя бы загнать технику. Технику сюда можно загнать. Слушайте. Золотые мои. Драгоценные. Я же видел. Вот курятня. Посетить. Пока Катя говорит, тут одна кольца. Это ты. Давайте сделаем следующее. Давайте мы купим. Раз мы можем. Здесь. У нас есть. Подожди. Как-то он так быстро щелкнул. Я даже ничего понятия не сообразила. Не туда зашла. Назад. А, ну понятно. Я могу только курицу купить. Давай купим курицу. Выберем. Ну штук 10. Да. Окей. Не у меня есть. А, ну типа. А, курятник это вся моя плантация. Весь мой огород это и есть курятник. Хорошо. Золотистые мои. Куранде. А где вас кормить? Вот это, наверное, кормушка. Предполагаю, что вот сюда нужно будет высыпать корм. Значит, нам нужно будет съездить за кормом для наших великолепных курений. Мне пока интересно. Это что? Это slip trink. Окей. Протравитель. Производство жидкого удобрения. У меня есть. А вот это комбикорм. Это я произвожу или не я произвожу? Нет, не я. Ага. Ага. У нас с тобой есть жидкое удобрение и протравитель. Такая водонапорная башня, хранилище дизеля, сеносушилка, сеновал, хранение удобрения. Вот это поле можно, соответственно, чем-то засаживать. Посетим место тока. У нас здесь где-то наши стоят трактороки. Вот они у нас. Давайте смотрите, что у нас по технике имеется в наличии. Я на самом деле хотела такую, знаешь, технику, которая больше подходит под антураж этой карты. Ну, такую, советского типа. Есть ли она тут в продаже? Назад сделай, пожалуйста. Нажат, пожалуйста. Так, ну вот, допустим, трактора. Ну. Тут они все какие-то современные. А я хотела такой, знаешь, тертермитию. Прямо реально. Ну, как говорится, что дали, на то мы пашем. У нас есть трактор с сожжалкой. Есть броналка, есть комбайн. И есть маленький трактор. У нас нету, знаешь, чего? У нас того и нету грузовика. Вот, давай купим грузовик тогда. Автомобиль в студию. Вот, прекрасно. У нас есть любимые наши газели. Газели просто шикарные. Я, конечно же, возьму газель в сочетании с... Нет, пока прицеп не нужен. А, в смысле, выйди назад. Настрой. Немножко это... Подтупливаю. Ух ты, лодка, лодка, лодка. Можно, конечно, вот такой бобик взять. Но я возьму свою любимую газельку, которая даже у меня на прошлой нашей ферме. Которая живет и здравствует. И мы обязательно на нее вернемся. А, ты с тентом, да? Нет, знаешь, какой не бортовой хочу. Вот такой хочу, кузовной. Белую. Красный вообще газель бывает. Я знаю, белый есть. Желтый есть. Зеленую точно видела. Вот, давай зеленую тогда. Цвет бортика. Ну, что-то как-то он... Это колпачки вот эти. Не бор. А, это обода. А я бор. Почему-то думала. Конфигурация стропы какой-то. Не надо. Оплетку на руле. Ну, естественно. Вы сжахните мне там какого-нибудь крылья, металл. Подкрыльники нам не нужны. И колеса. Покупаем. Да, покупаем. Покупаем. А где он появился? Не здесь. А где же тогда моя машинка появилась? Ага. Вот здесь, возле основного магазина фермерского. Значит, давай сядем в машину. Прекиньте. Сельхозтехника. Не хватает, конечно, здесь этих... Даже вот этих мертвых, тугодуманных NPC. Что-то карта прям мертвовата. Теперь мы поедем, знаешь, куда? Мы поедем в магазин. Сейчас я по карте посмотрю. А, ну, в принципе, он у нас по прямой идет. Нам нужно купить корм для курей. Пока что покупаем просто корм для курей. Нас выпустят, надеюсь. Выпустил. Степаныч выпустил. Замечательно. Сельхоз снаб. Пойдем на снабжение. Закупим. Корм. Денег не сильно много. И нам еще нужно понять, чем мы хотим здесь заниматься, когда вырастим. Примеры, пионеры. Всем примеры, всем примеры. Вот, настроить. Давай купим 2. Нет, подожди, 2. Что-то не поняла. А где моя кормуха-то? Муха-муха-то, кормуха. Куда делся? Я уже заговариваться начала. Где моя кормежка? Так, тру-ля-ля, тру-ля-ля. А где, что за этот? Разводняк-то. Настроить? Купить? Да. Окей. Нет, он прям говорит, забрать можно в магазине. А где в магазине-то? Здравствуйте, приехали. Деньги сосали. Мне ничего не дали. Может быть, знаешь, в заду, вот с той стороны погрузка идет. Хм. Ох, товарищи, товарищи блюстители, порядка. У меня ограбили. Я что-то купила еду. А где забирать ее непонятно. Это шиномонтаж. Минеральные удобрения, семена, корм. Так я лучше бы сюда пришла. Может, здесь где-нибудь? Отсыпь, по-братски. Отсыпь, по-братски. Что-то... Короче, я что-то не въеду. Это чем вы... А, известь. Я ее купила? Да на кой хрен бы? Ну, нормально. Подожди. А где тогда покупать... Покупка картохи? Белая энергия. Зерновой элеватор. Вот сюда мне, получается, надо было, да? Черт ее дерить. Это же... Это же надо понимать. А может, я тебя продать? Куда мне это добро надевать-то? Еще понятия не имею. Так, ну раз мы купили каким-то макаром, давай это высыпим у себя. Но я так понимаю, у нас это удобрение, известь. Мы должны будем купить, в аренду взять машину, которая известку будет разбрасывать по нашим полям. Пока что-то мне мало понятно. Мне, знаешь, что мне не нравится на этой карте? Вообще отсутствие NPC. Ну, их, в принципе, вообще нету ни одного пешехода. Вот, сельхоз снаб. Вот это же мое? Вот эти вот впереди помещения мои. Выпустите... Вернее, впустите меня. Давай вот здесь где-нибудь разгрузимся. А, не, подожди. Это же сельхоз. Мы здесь машину купили. А мое добро находится в другом месте. Не, ребят, я вам свое не отдам. Давай, сохраняйся. Мне нужно будет, наверное, водонапорное, хранилище дизеля, ток. Вот, хранение удобрения. Давай тогда на хранение удобрения поедем. Туда высыпем. Как быть, я не против, что нам все это досталось. Но я пытаюсь купить гребаный корм для курей. Купила непонятно что, непонятно зачем. И еще с этим надо как-то разбираться. Немного непривычно. Но, знаешь, на самом деле не скажу, что красоты-то карта блещет. Она, да, она такая антуражная, но такое запустение, что на душе так грустно сразу становится. Я, на самом деле, больше, знаешь, какой хотела антураж деревни. Вот. Не вот этих заброшенных сараев, а чтобы такие деревенские домики вдоль улочки стояли, чтобы так вот едешь и глаз срадует. Вспоминаешь бабушку, деревню и колхозные поля, на которых ты горох воровал. А здесь пока чуть мне не цепляет. Не скажу, что мне нравится эта карта, так чтобы я захотела в ней остаться надолго. Сейчас посмотрим. Возможно, нужно еще и эту селу Ягодное пробить. Насколько там приятно жить. Так, ну вот это мое. Я пытаюсь понять. Назад сдадим. Как хорошо, что здесь не штрафуют за наезд на своего односельчанина. Где-то у нас здесь высоп идет удобрение. Ага, хранение удобрения там. Ну давай, заедем как-нибудь туда. Разворачиваемся. Я пытаюсь по маленькой карте сориентироваться. Ну, вроде сейчас пока понимать начинаю. Вот это, наверное, вот это вот корыто стопудово хранение удобрения. Или не оно? Нет, это ток. Я, если честно, ни разу не сталкивалась с хранением удобрения. Где он у меня? Вот это вот. А, вот это может быть? Стой. Вот здесь на карте пока... Блин, вон оно запряталось. Да вы че, серьезно? А я тут не ищу, ищу. Давай вот здесь высыпем. Семена удобрения и известь. Вот. У меня и так она была. Известь, оказывается. Но, ладно. С одним делом справились. Другое дело. Может быть, у нас вообще есть в наличии семена? Семена, удобрения, известь. Нет, мне же не семена. Мне нужны. Знаешь, куда это получается? К моей зернохранилищу. А у меня зернохранилища нет. Так, погоди. Давай посмотрим, где, я думала, можно купить. Покупка рыбы. Вот. Зерновой элеватор. Могу ли я там купить? Молокозавод. Молокозавод. Как нахрена? Целый два мокозавода рядом. Покупка песка. Теплица. О! А, вот смотри, зерновая мельница. крутится вертится я не знаю либо на зерновую мельницу либо на торговый центр заправ прикольно торговый центр есть давай отправим на магнит зерновой элеватор давай отправим найми то нет ну-ка если я сама так смотрю что здесь у нас есть зерновой элеватор и это по-моему на продажу да это на продаж здесь нельзя купить тогда махнем на мельницу а здесь вообще ни черта нет я не вижу ни точки загрузки ни точки выгрузки вот здесь только производство я могу купить ладно а если мы посетим туда нажала магнит у дома сюда я могу выгружать я все-таки пытаюсь понять где мое купленное зерно вот просто объясните никто наделать овощебазы ну-ка давай на овощебазы давай попрыгаем посмотрим что у нас тут есть карток тут сюда картоху привозить и выгружать понятно далее магазинчик магазинчик давай есть какой-нибудь другую покупку удобрений покупка семян покупка известия вот сюда можно извести привести если у меня с ней не срастется продать продажа солома сена трава сигаретный завод есть не ну слушайте так-то прикольно здесь много всего пекарни ну-ка давай в этот магазин здесь я тоже понимаю так на выгрузку то есть на закупку один фео народ здоров тут есть нпс прикиньте они тут такие другие такие прям наши родные одухотворенные лица а чё вы все здесь кучкуетесь я там говорю что нету нпс грустно а вы оказывается все здесь добро пожаловать в пельменную за продуктами ходите вот эта машина явно не местная при к бабушке внук приехал московской потому что тут такие машины не по-моему серьезно тут эфирами стоит а нет вот вот эта машина местная люди невидимки древнее село через стены фигачи двери не открывается в общем вопрос покупкой корма для животных остается открытым я не знаю что с ним делать мы наверно еще в следующий раз посмотрим карту села ягодная и подумаем на каком на каком карт нам остаться и град потому что я хочу вот такую сельскую антуражную атмосферу в ней побыть но это меня чет пока не особо типа цепляет может быть у нас еда автоматически в кормушку попала нет конечно это было бы глупо я не знаю куры я отдала честно заработанные деньги и мне ничего не дали а вот и люди подошли автобус скоро подъедет ой так они все ко мне на новоселье заходите гости дорогие курей можете рубить шашлык куриный делать наггетсы все что хотите кремни все равно ничем кормить соседке бабульки надо помочь у нее конечно полная срань полное запустение но я слышу коко к тепличка есть ну да тут видите все рисованное хотелось бы чтобы конечно больше как настоящие стояли хотя бы теплиц хотя бы тем те штучки которые уже изначально есть в игре ну-ка давай сюда сбегаем целом и тут то можно развернуться у меня тоже участок неплохо можно поставить тепличку только вот понять как еду привозить курям если она здесь не отображается становится грустно соответственно нужно быстро самой заморачиваться как покормить курей а я просто хочу купить ему корм на первое время и мозг себе не компонсировать думаю давайте на этом остановимся я просто посмотрела карту сегодня вот такая вот серия я захотела какого-то обновления я его получила удовлетворена ли я нет не удовлетворена четки не тут не хватает чуть мне тут не цепляет возможно нужно присмотреться понять какую сторону двигаться то что мне дали то что мне дали вот такое вот в пользование мне не очень нравится я думала мне дадут небольшой участок дом ну и там сарае несколько техника тут у меня что-то и здесь и здесь но с одной стороны неплохо но с другой стороны как бы уже буржуйно я считаю поле огромное у меня здесь у меня всякие уже курятники элеваторы и прочее то есть уже . развития довольно таки скакнула вперед хотелось бы начать с малого поэтому на этом останавливаемся царь горы продолжим следующей серии возможно будем смотреть другую карту возможно вернемся на нашу серию может это было мне разовая вот это вот акция души тяги к чему-то новому но в любом случае пожалуйста подписывайтесь если вам интересно жмите лайк и до встречи в следующей серии пока пока